Взрыв Последствия ДТП на северо-востоке Москвы На улице Декабристов столкнулись прокатный автомобиль Кия и грузопассажирская Газель По предварительной информации водитель фургона совершал левый поворот В следующее мгновение в него врезался каршеринг, двигавшийся во встречном направлении прямо В результате ДТП травмы получила беременная женщина, находившаяся в прокатном автомобиле На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Степень виновности участников аварии устанавливается Рубрика региона Иркутская область Ранним утром на трассе Р-255 Сибирь произошло ДТП с участием фуры Скани 39-летний дальнобойщик за рулем большегруза наехал на бетонное ограждение возле поста ДПС и опрокинулся на бок В момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, пострадавших нет Он двигался со стороны Красноярска в сторону Иркутска Был туман, не заметил Вернее, поздно среагировал, потому что вышел на великолепную полосу И, во избежание полностью наезда, выкрутил в рулях, получается, наскочил все равно на отбойнике машины точного вывеса При бессмысленной врачей дыры По инерции сама машина завалилась Нет, это не так, да В момент ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД зафиксировала камера видеорегистратора в Московской области Инцидент произошел в Подольском городском округе на пересечении трассы А-107 Московское Малое Кольцо и Каширское шоссе Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле Hyundai Solaris пытались пересечь оживленный перекресток на запрещающий сигнал светофора Включив звуковую сирену, они преодолели половину перекрестка, а вторую не смогли Из-за закрывающего обзора автомобиля на перекресток выехал автомобиль Lada Granta Который врезался в патрульный автомобиль, который от удара перевернулся на бок В результате ДТП пострадал инспектор ДПС При осмотре прибывшими медиками у него был диагностирован перелом ребер Обстоятельства произошедшего устанавливаются Последствия ДТП на юге Москвы Водитель кроссовера Mercedes не справился с управлением, после чего вылетел с дороги Врезался в столб, сбил дерево, после чего снова оказался на проезжей части Водитель в результате ДТП получил ссадины и ушибы Медицинская помощь ему была оказана на месте Инцидент произошел в Сумском проезде На месте ДТП работают оперативные службы Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Авария на Каширском шоссе Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander решил перестроиться в левую полосу, но не убедился в том, что дальнобойщик его видит В итоге тягач начал движение и зацепил кроссовер Автор сюжета, пользуясь случаем, напоминает Помните, у фуры есть слепая зона, а может ему просто не хочется вас пропускать Рубрика регионы «Алтайский край», город Новоалтайск На улице Строительная 54-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу с велосипедом по нерегулированному пешеходному переходу В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения В Москве стартовала акция «Улицы Героев», в рамках которой волонтеры и активисты раздают жителям и гостям столицы письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщило председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова «Сегодня впервые с волонтерами Москвы, с нашей молодежью мы проводим акцию улицы Героев У нас в городе очень много улиц, которые названы именами Героев Великой Отечественной войны И сегодня мы вместе с волонтерами решили рассказать историю подвига, историю жизни тех самых героев, на улицах которых живут наши горожане», отметила Драгунова Она уточнила, что организаторами мероприятия выступают молодежное сообщество столица и ГБУ Москвы Ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики В стилизованных письмах-треугольниках содержится информация о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь По словам Драгуновой, с 6 по 10 мая 250 волонтеров раздадут более 50 тысяч писем Акция пройдет на 40 улицах Москвы Как отметила председатель Столичного комитета общественных связей и молодежной политики Ко Дню Победы в городе также пройдут и другие праздничные мероприятия Сейчас по всей столице проходит акция «Письмо герою» Можно написать письмо нашим ветеранам и героям, которые участвуют в специальной военной операции Традиционная акция «Георгиевская ленточка» в праздничные дни волонтеры раздадут в городе 250 тысяч ленточек Сегодня у нас проходит большая акция на ВДНХ Мы с ребятами танцуем в вальс Победы Также очень много мероприятий проходит в вузах, колледжах и школах, подчеркнула она Рубрика регионы Ставрополь На улицах Ставрополя были замечены «Жигули» без задних колес Инспекторы ДПС остановили автомобиль на проспекте Кулакова За рулем находился 22-летний молодой человек, который имеет десятки штрафов, связанных с незаконной переделкой транспорта В отношении него составили 4 протокола По части 1 статьи 12.5 управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена Статья 12.37 отсутствие ОСАГО Статья 12.6 непристегнутый ремень безопасности Часть 1 статья 12.1 управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке Сотрудники ГИБДД изъяли свидетельство о регистрации и госномера, а также прекратили регистрацию автомобиля Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...